Здравствуйте, меня зовут Мария, я представляю компанию V-Interactive и в своей презентации я коснусь нескольких моментов относительно того, что важно для, так скажем, с продажной точки зрения, что важно для интернет-магазина и скажу о нескольких решениях, которые помогут повысить эффективность работы интернет-магазина. Немножечко о нас, нам 6 лет, несмотря на такой достаточно нежный возраст, у нас уже 26 офисов по всему миру, три из них это дата-центры, в которых мы занимаемся разработкой новых решений, и в Москве офис открыт год назад, а вообще на российском рынке мы два года. Ну, собственно, начнем с пользовательского опыта, да. С учетом того, сколько магазинов сейчас представлено на рынке, очень важно, чтобы удобство было, собственно, на сайте, да, если есть какие-то проблемы с картинками, если есть какие-то проблемы с описанием товара, то, собственно, очень легко потерять пользователя и, собственно, не получить покупателя в итоге. А вот на этой, собственно, на этом скриншоте вы видите ошибку, если, вернее, даже их достаточно много тут допущено, но вот есть ли варианты, в чем тут проблема с UX-дизайном. Да, пожалуйста. Один из вариантов то, что кнопку купить не настолько очевидно, да, а там, где она логически должна привычно пользоваться, должна отходиться, там подобрать кастуар, то есть пользоваться туда, где заработать. Абсолютно точно. Да, собственно, ну и помимо этого мы просто не знаем, где мы находимся, ни категории, ни подкатегории, и, собственно, это все не повышает популярность интернет-магазина. Верстка. В данном случае мы говорим про адаптивную верстку, ну, либо мобильный сайт, о котором вот только сейчас, да, достаточно много было сказано, не будем повторяться. Ну и помимо этого, да, быстрая загрузка, да, интеграции с обязательным. Вот, помимо того, что товары в интернет-магазине есть, они должны еще и продаваться. И для того, чтобы они активно продавались, нужно, чтобы, опять же, был удобный поиск, были рекомендации товаров, были возможности кросс-села и каких-то дополняющих товаров, ну и, собственно, удобные каталоги, подборки, все, что с этим связано. Далее встает у нас вопрос цены, чтобы, собственно, опять же, в связи с столь высокой конкуренцией не быть дороже конкурентов и завышать цены совершенно бессмысленно, надеясь на то, что, собственно, человек не будет заходить на какие-то сайты, собственно, на одном будет покупать товар. Это достаточно наивно в настоящий момент, да. Также мы заметили на нашем опыте, что довольно много покупателей теряется, уходит, когда появляются дополнительные затраты на последних этапах пользовательского пути, как-то высокая стоимость доставки. К сожалению, страдают многие интернет-магазины этим, и, собственно, это достаточно пагубная практика. И момент скидок, хотела бы тоже о нем упомянуть, да, что ни в коей мере не советуем злоупотреблять скидками, потому что, собственно, это дорогое удовольствие, и клиенты зачастую будут ждать, когда же появится новый сет скидок, и не будут покупать в это вот межскидочное время. Ну и важно тех клиентов, которые, собственно, пришли в магазин, купили хотя бы однажды, холить, лелеять, развивать программы лояльности и, вот, собственно, всячески их поддерживать. Ну, такие вот основные кирпичики важные, на наш взгляд, я перечислила, да, они взаимосвязаны с репутацией, которую нельзя контролировать, но которую нужно выстраивать. И когда вот, собственно, вот эта часть готова, переходим к, широко открываем дверь интернет-магазина, привлекаем трафик, да, здесь в неком таком хронологическом порядке указаны каналы привлечения трафика, да, от стандартных SEO-контекста до новомодных SMO и SERMA. Но в данном случае нужно помнить о том, что львиная доля того бюджета, который на привлечение клиентов был отрачен, она уйдет. И по меньшей мере половина будет потеряна, будет безвозвратно потеряна в самом начале пути. А вот с оставшейся частью, с оставшимися 50 процентами в обязательном порядке нужно, важно работать. И, собственно, здесь мы помогаем своими решениями, о которых я вот, собственно, сейчас кратенько расскажу. В первую очередь это решение, которое поможет привлечь высокоцелевую аудиторию посредством динамических баннеров. Мы выкупаем как премиум инвентарь, так и занимаемся достаточно качественным таргетированием по достаточно большому списку категорий. Помимо этого занимаемся семантическим таргетингом, таргетируем по поведению и демографии наших пользователей. Вообще это достаточно такой тонкий продукт, и я с удовольствием расскажу более подробно, но вот это уже, наверное, вопрос кулуарного общения. Следующее решение, вот это вот как раз о возврате посетителей. Это динамический ретаргетинг. Также наше баннерное решение. Мы возвращаем тех посетителей, которые ушли с сайта, работаем с социальными сетями, работаем с огромным количеством площадок, и в принципе объем наш позволяет 38 миллиардов баннеров показывать в месяц в России. Вот по этому решению я могу сказать, что в среднем у нашей статистики прирост продаж интернет-магазина составляет 10% к его естественным продажам. Следующий инструмент, с помощью которого, вернее даже здесь несколько пары инструментов, с помощью которых можно возвращать посетителей, это он сайт решение. Сейчас есть некоторый негатив относительно поп-ап окон, всплывающих окон, потому что они достаточно часто недолжным, неправильным образом используются. Они появляются через каждые 30 секунд. Вы у нас на сайте уже 20-30 секунд находитесь и еще ничего не купили. Это очень раздражает частенько. Что касается данных решений, то они исключительно работают в решающих моментах пользовательского пути, а именно на странице корзины и на странице оформления покупки. Когда человек делает попытку идти с сайта, появляется собственно мотивирующий баннер, который предлагает завершить покупку здесь и сейчас. Что касается цифр, вы видите, что около половины людей просматривают и рост продаж мы наблюдаем около 5-7% к основным продажам магазина, естественно. И классика жанра. Достаточно много уже здесь говорилось про триггерные рассылки. В нашем случае это письмо по брошенным корзинам. С ним мы работаем уже 6 лет и, так скажем, собаку съели на этом. Поэтому эффективность работы данного решения весьма велика. У нас 98% писем доставляется. И, собственно, вы видите, что около 50% из тех, кто прочитали письма, возвращаются на сайт. И, собственно, доля конверсии приблизительно 11%. И в общей сложности вообще вот, собственно, комплекс наших решений, он позволяет вернуть пользователей и прибавить к продажам интернет-магазин около 20-30%. Сейчас посмотрим небольшой фильм о том, как все это дело работает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Со всем остальным трафиком мы работаем. Собственно, решение по привлечению. ВИАЦ по привлечению новых посетителей. ВИАЦ проспектинг. Человек видит баннер, возвращается и завершает покупку. ВИАЦ ретаргетинг. То есть мы ушли с сайта, и нам будут показаны все те товары, которые мы не купили, но исключительно те, которые не купили. Новое решение. Очень ждем его в России. Оно помогает оптимизировать поиск на сайте. Поисковую выдачу на сайте. Сейчас увидите. Активируется, когда человек пытается уйти с сайта, не найдя нужный товар. Он сайт решения ВИЧАТ. Предлагается завершить покупку здесь и сейчас. Особенно получить небольшой бонус за это. ВИКОНТАКТ проактивный. На странице корзины активируется, когда человек уходит. И предлагает прислать собранную корзину на имейл. Особенно удобен, когда много позиций в корзине. И наш ВИКОНТАКТ, имейл по брошенной корзине. Он полезен не только, когда человек самостоятельно уходит с сайта, но и когда возникают какие-то ошибки, сбои, неудобное время заказа. Допустим, кто-то, если в офисе пытается сделать заказ. Ну, а в данном случае показывается, что с адресом проблема. Мы помогаем в данном случае посетителям. У нас очень легко установить код. Есть интеграция с Google Tag Manager, с CMS-платформой, включая Bittrex, веб-платформ на Marketplace у нас есть. Ну и ручная установка занимает 30 секунд. Статистика вся есть в личном кабинете. Все это можно проверять. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю доступ. Вот как все это выглядит. Спасибо. У нас есть буквально пару минут на вопросы. Есть вопросы к Марии? Вы вначале говорили о том, что нельзя злоупотреблять скидками, да? И потом вот это вот он сайт решения, который показывает и с бонусом. То есть нет ли тут такого противоречия? Вы знаете, дело в том, что вот это решение, оно… Естественно, тут должна быть логика, да? Если какая-то будет совсем большая скидка, которая, собственно, приучит человека к тому, чтобы исключительно решением пользоваться, безусловно, это негативная практика. Здесь обычно мы говорим о чем-то совсем маленьком, о чем-то незначительном, если есть возможность какого-то совсем небольшого подарочка обычно. Ну, так, чтобы это не было совсем… Да, чтобы это какую-то значимость, ценность имел, вот этот вот бонус, да? Но в то же время, ну да, конечно, не перебарщивать. Тут тонкая грань. Еще вопросы, да. Добрый день. Вопрос актуален, если у вас есть российские клиенты. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите про СММ, Твиттер и Фейсбук упоминали, а как же ВКонтакте, в котором есть ретаргетинг, Церебро и тому подобное? Достаточно большая аудитория. Да, вы знаете, просто не… Здесь не присутствует вот этих логотипчиков на презентации, да. На самом деле, конечно, без ВКонтакте никак. Простой вопрос. Да? Входной билет. Ну, в любой бизнес существует входной билет. Да. Со скольки? Смотрите, на самом деле, если говорить о входном билете для клиентов, да, то мы работаем совершенно от только-только появившихся интернет-магазинов до самых крупных. То есть у нас есть совсем гиганты, клиенты есть совсем маленькие. Что касается ценовой модели нашей, то это модель оплаты за результат в CPA, то есть если мы возвращаем клиенту продажи, то нам за это платится процент от тех продаж, которые, собственно, с нашей помощью были возвращены. Что касается работы с партнерами, то у нас есть партнерская программа, я о ней с удовольствием расскажу. Я так и не услышал, входной билет сколько там? 10 тысяч рублей, 50 тысяч рублей? Процент от… это может быть совершенно… Ну, если это только-только открывшийся магазин, у которого пока еще нет посетителей, мы начинаем с ним работать, то, собственно, если на нем еще нет посетителей, решение наше есть, то, в принципе, это будет практически бесплатно. Чем больше будет посетителей и тем больше будет возможность их возвращать, и, соответственно, за каждую, ну, допустим, 2% от каждого заказа нам будет, который мы вернули, будет нам платить. Вперед дать или постоплата? Постоплата. Все по постоплате, причем за заказ, который был по факту оплачен. То есть тот код, который вы устраиваете в сайт, он позволяет вам все четко отследить и не возникает проблем? Не возникает проблем, все видно в статистике в личном кабинете, и там же можно все статусы заказов менять. Отлично. Мария, огромное вам спасибо. Я думаю, что если еще вопросы будут, то тоже уже по окончании секции можно будет их задать.